привет good game мы все еще на стримфесте и пообщаемся сейчас с таким человеком вы наверняка уже узнали можно даже его не называть вот зовут его алексей никнейм вайтра ну в общем я назвала но вы раньше меня все это уже узнали алёш расскажи пожалуйста ты впервые на мероприятии она в этом году намного крупнее как вообще у тебя какие впечатления с чем бы ты сравнил а потому что это все-таки первый фестиваль посвящен только стримингу а ты уже в этой области работаешь сколько но официально больше пяти лет вообще стримлю там 2010 года да и всем приветствовать и вот что можешь сказать что подметил чтобы добавил чтобы убрал ну это хорошая идея хорошая задумка мероприятия решили поддержать пусть люди которые занимаются организации недавно делают много хороших дел для киберспорта для игровой индустрии у них есть авторитет и естественно тут участвует много наших партнеров плюс еще не каким ребятам порекомендовал принять участие в этом стримфесте думаю как бы это тоже была такая помощь на стороны думаю что таких нужно побольше событий чтобы люди общались особенно в первую очередь комьюнити видел о своих кумирах и вживую могло с ними общаться и у стримеров чтобы была какая-то дополнительная мотивация и вырастали новые идеи во время таких мероприятий потому что уже такие прецеденты были но они больше устают конечно от общения да но это и часть их работы нормальный стример должен со своими фанатами общаться постоянно а если бы когда ты вот занимался стримерством если бы было это мероприятие ты был ну ушел бы от стриминга или продолжил был стримить у тебя было бы например мотивация участвовать и дальше и знакомиться со своими зрителями это все-таки определен когда ты лично знакомишься со своим зрителям у тебя получается появляется определенная ответственность да и ты их видишь их глаза и так далее ну а ты между я себе стримил или выбрал продолжать стримить денег или два не стративные дети два дня не а ты между вообще но ты знаешь и так очень много времени потратил тоже на стриминг там гейминг и немножко хочется ну подальше от компьютера побыть как бы больше сфокусироваться на реальной жизни там на своей семье это обещание тоже не получается у тебя от компьютера уже подругу по другую сторону экрана уже приходится находиться уже больше работаешь там с партнерами со статистикой но тоже это интересно и принципе я бы наверное все таки продолжал стримить но намного меньше сейчас просто нету времени но надеюсь что там раз два в месяц будет получил получаться выходить эфир умудряешься как во что-нибудь поиграть сейчас ада поигрываю немножко в овервотч но не так часто но стараюсь чуть побегать и игра веселая достаточно играл до последний раз там страхов месяц где-то назад у меня просто я когда начинаю старкафт при группе игра меня мотивирует и я могу не сделать какую-то работу там сесть отыграть там 10-15 игр или там следующий день отыграть чтобы увеличить скажем так свою статистику победы поражений там скилл поднять то есть такой азар для меня азартная игра поэтому я боюсь садиться запускать ну то есть ты в старкрафт не запускаешь не потому что к ней игре угас интерес а потому что у тебя отсутствует иммунитет и сила воли к этой игре до прорывшем это прорывши меня заставляют тренироваться и дольше тратить времени для того чтобы хотя бы там какой-то более-менее нормальный уровень набить но это опять же надо хотя бы недельку поиграть там по игр 15 чтобы где-то на все время брать это понятно а овервотч командная игра ты там проиграл ну игроки виноваты там то есть и команда это с как в себе все да 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 если тебя есть оправдание по крайней мере а смотришь сейчас кого-то из стримеров смотришь ли может быть старкрафт даже не смотрю постоянно сейчас больше уже разбираюсь там конечно по работе дота league of legend contra-strike starcraft starcraft как бы ну димагу сотрю периодически браток сейчас стримит иногда к помидору захожу стрим когда там турнира он такой интересный уникальный стиль нравится этот человек ну конечно этом слежу особенно за всеми топами которые на течение до захожу к ним на трансляцию интересно посмотреть как играют это чем говорят но незнакомым тоже стримером бывают захожу посмотрю интересный контент очень много разных людей то есть их такое большое множество не обязательно что чек который в топе у него какой-то лучший контент чем у человека которого там десятки или сотни раз меньше зрителей просто о нем пока еще не знают как вот в твою работу входит таким стримером помогать чтобы они стали ну продвинулись в аудитории или у тебя что-то какая-то другое другое то что я могу оказать помощь это просто посодействовать им в получении там партнерской программе которая сразу привлекает интерес это дополнительный дает мотивацию нашим людям для это с удовольствием дело после знает многим тяжело этого добиться там часто разные газы приходят иногда некоторых партнеров там помогать за промоутить на главной странице тыща так вообще но работу входит это непосредственно коммуникация с легами организациями с партнерами и с нашими премиум партнерами непосредственно прямое общение понятно приходится со всеми общаться как бы я этому рад как бы там есть нормальный стример партнер если какая-то есть проблема просто они мне пишут с удовольствием помогаю как вообще семья поживает жена не увлеклась я знаю что как бы она с малышом сейчас сидит и ну а в это время хочется в какого-то разнообразие в это время обычно человек увлекается еще чем-то даже может быть тем чем муж занимается на не как там стримингом тоже не увлеклась а времени это нас полностью ребенком занято бы стараюсь тоже помогать этому к нам по раз неделю приходит на няня чтобы отдохнула но стараемся вот на майские выезжали там несколько дней на природу дыхали ребенку будет уже годик уже осмысленный но тоже видишь этом сижу за компьютером надо садишь он там за клавиатуру тянется начинает там кликать айфона вообще не оторвать там он забирает короче любит вот такие все электронные какие-то штучки игрушки неинтересно это что родители больше всего там пульты от телевизора да переключать какие-то ручки и дверей там стиральная машина вот такие технологические штуки но это да смотришь как бы душа радуется хочется что-то на большее сделать для семьи так что да уделяйте больше времени времени своей семье по возможности а как вообще ты хоть раз оставался на целый день с ребенком на целый день с вас она на 3-4 часа было это было вообще до их до покормируем там погулять покормить там переодеть там пампер вспоминать дали ступени это заставило еще больше ценить то что жена делает досье это но естественно как бы надо да надо я вот очень ценю что делает лена на очень я за это благодарен главное чтобы поменьше нянич ну а если например сын вырастет и скажет хочу быть геймером или стримером ты его поддержишь но я бы конечно не хотел этого но конечно поддержу это же выбор человека там то почему ты не бы хотел бы хотелось бы чтобы он больше каким-то видами спорта занимался там за может какие-то более продвинутые науки профессором кем-то стал да понятно хочется что то здесь не чтобы долго за компьютером не просиживал то что это нам сейчас хорошо да легко говорить то что я знаю когда долго сидел за компьютером там не занимался ничем и появились небольшие проблемы проблемы со спиной да то есть просто просиживать за компьютером на то очень плохо надо параллельно развиваться в разных направлениях сюда об этом грил и повторяю то есть начинать надо со спорта а потом уже садиться за компьютер иначе конечно наоборот не полгода грудную клетку клетку спину там и руки чтобы было более-менее хотя бы там средняя физическая подготовка не обязательно там кроссы бегать там там 200 килограмм на грудь так чтобы было скажем так подушка физическая вернемся к стримингу и от семьи к стримингу назад общему скаканули вот сейчас технологии стриминговые развиваются и гудгейм в том числе мы сейчас стараемся изобрести что-то точнее наша команда разработчиков старается изобрести что-то новое это жутко интересно и что-то даже получается откопать новейшие новые улучшить там качество и так далее вот миша рассказывал как раз то что новые технологии какие-то ты следишь за этим тебе интересно эта часть стриминга и видишь ли ты что-то например на гудгейме чего нет на твича и хотелось бы тебе взять ну первую очередь как бы гэме там комьюнити свое там которое было построено еще само основание гудгейма вот эта изюминка плюс вы как руководители проекта этого но хочу сказать что мне очень нравится этот сервис но с одной стороны нет даже жалко миша вас потому что вы делаете все своими силами из такими монстрами вот рядом очень трудно находиться тут помимо тысячи youtube гейминг вики и кей хитбокса зубу дали моушен еще там десяток других платформ да но они них ребрендинг как бы такое это не зада и очень тяжело бороться по что ресурсов намного меньше чем у более крупных корпораций и плане технического развития тоже очень сложно с ними сопределяться но на локальном уровне как бы можно спугнуть как бы спокойно продолжать держать марку и за счет имени в этой вот части аудитории и приказе как бы скажем так дома домашний там каменный каменный стрим на когда там все друг друга знают общается это очень приятно вот это кстати на стрим это мне сегодня фразу дред сказал он больше любит мероприятия да такие там как камины и мероприятия когда но тоже да да естественно как бы слежу вот за новинками за теми технологиями которые развиваются и я просто вижу сколько людей работает в компании тишник инженеров и прекрасно создаю какой-то колоссальный ресурс и финансовый и human ресурс какие там технологии внедряются и на чем они работают то есть то что было три года назад сейчас уже так далеко убежала ускакала по развитию что уже хотя казалось три года назад ну стримишься и нормально да там как бы то технологии ушли далеко вперед и еще с каждым не то что годом с каждым месяцем что-то новое новое появляется скажи пожалуйста а вот это говоришь ты в овервотч поигрываешь а ну это командная дисциплина еще хардстоун же тренде все еще ты играл вообще и насколько это играть да конечно играл этом на этом первые несколько сезонов очень много игр отыгрывал потом немножко перестал почему потому что немножко стала скучно скучновато для меня то есть можно было кофе пойти попить пока твой оппонент ходе думает еще что-то сделать на но он как бы нравится что спокойно это можно колоды сделать и еще было вначале преимущество тех людей которые там понакупали кучу колод там всякие кита голды золотые сейчас уже с этим балансом уже можно всякие делать всякие себе другие антиклоды там прошивая всякие да и мой любимый герой это мак ну в общем да много лет не виделись можно сказать все друг другу рассказали я надеюсь что будем видеться почаще и ведь тебя может быть даже на видео гейма почаще вот и в заключении что-нибудь именно нашему ламповому комьюнити да это еще помню сручился со времен старкрафта варкрафта и спасибо что вы поддерживаете губе им несмотря на что я работаю отвечая действительно переживаю за проекту что я знаю сколько усилий и труда была потрачена и это даже бизнес это часть жизни уже вот этот проект это часть вашей жизни и хочу пожелать всяческих успех успехов и чтобы ваша комьюнити расширялась и нас отряда несмотря на всю ту конкуренцию которая сейчас у вас присутствует здоровья всем успехов